Привет всем! Обзор легендарнейшей винтовки Хацан 125, в которой как собралось очень много поклонников, так само и ненавистные пользователи, которым она очень нравится. Винтовка на рынке держится очень давно, не один десяток лет, и завоевала свою популярность, конечно же, благодаря, в первую очередь, значительной мощности относительно других пружинно-поршневых винтовок. Но за большую мощность также стоит платить большими габаритами. И сейчас визуально для сравнения сравним ее с PSRM255. Вот просто для визуального сравнения взял свою винтовку PSRM255, чтобы заценили габарит их от Хацан 125, кто не держал в руках и не видел живую. PSRM255, напомню, не очень маленькая винтовка, поскольку размер ее 105 см, это не так уж и мало. А Хацан 125 имеет длину целых 124 см. И визуально посмотрим. Ну, приклад, конечно же, плюс-минус одинаковый. PSRM не детский приклад, имеется в виду длина приклада. А сам компрессор, смотрите, какой у Хацана 125, большой компрессор, поскольку винтовка класса Супермагнум. У нас называется так Супермагнум. И ствол, конечно же, достаточно длинный. Так, и сейчас разберем характеристики винтовки. Так, характеристики пневматической винтовки Хацан 125. В данном случае это не модификации. Есть еще TH из отверстий под большой палец, а это классический Хацан 125. Вес Хацана этого 3,6 кг, длина 124 см. Калибр, в данном случае, 4,5 см. Скажем так, большая винтовка в детском калибре. Есть, также производятся 5,5 см, 6,35 см. Ну, они идут уже, как бы, по лицензии. Так, диаметр ствола. У нас 15,5 мм. Надульник такой большой, диаметр надульника 30 мм. И вот этот визуальный средств ствола надульника 8 мм. Ну, это для тех, кому интересны эти показатели. И, конечно же, мощность благодаря очень большому компрессору. Рабочий объем компрессора это 29 на 120 мм. Эта вся информация есть в интернете. Как производитель говорит, начальная скорость пули 380 метров в секунду. Конечно же, не указывает вес пули, но зачастую пишут везде в интернете 380 метров в секунду. Которую я купил, мне говорили, здесь 320 метров в секунду, пулей 0,67. Здесь стоит газовая пружина. Кстати, вот сразу это можно обнаружить. Потому что здесь на ложе большая такая прорезь. И видно, какая пружина стоит витая или газовая. Сразу можно обнаружить в этой модельке. Так и рассмотрим всю винтовку. Ложе у нас пластик. Приклад есть такой вот мягкий затыльник резиновый. Приклад типа Монте-Карло. Но щека это только с левой стороны. То есть для правши. Для праворукового стрелка. Дальше, что здесь у нас. Спусковая скоба, также пластик. Спусковой крючок, пластик. Роганы управления это спусковый крючок. И автоматический предохранитель. При каждом взводе встает на предохранитель. И при выстреле нужно снять с предохранителя. Предохранитель просто блокирует спусковой крючок. Сейчас он свободный. Ставим на предохранитель. И все. И заблокированный ход уже меньше. Снимаю. Вот, видите. Так, дальше у нас... На компрессоре имеется такая планка Пикатинни. 11 мм для крепления оптических прицелов. Либо каких-либо других прицелов. Есть упор такой, чтобы оптика не сползала. У более современных Хацанов 125 на компрессоре уже типа планка Вивера стоит. Дальше маркировка. Хацан 125. Ложи крепятся. Маленькие винтовки зачастую. Одна пара винтов. Слева, справа. Здесь две пары винтов. И что характерно, у них левая резьба. Так. По прицельным приспособлениям. Светонакопительный целик зеленого цвета. И красная мушка. Регулировки производятся на целике по вертикали. С помощью вот этого простого колесчатка. Есть такие типа клики даже. Щелочки небольшие. И по горизонтали с помощью вот этого колесчатка. Прицельная планка также у нас сделана из пластика. Что касается мушки. Мушка регулируется по горизонтали. Здесь стоит она крепление такое типа ласточкин хвост. Это видно. Гужончик этот попускается. Вот на нем сфокусируюсь. И мушка свободно влево-право смещается для регулировки пристрельбы. То есть горизонтальных поправок здесь вполне достаточно. Если можно и мушку сдвинуть. Еще и покрутить на целике. Поэтому какой-нибудь ветровой снос на большие дистанции. Даже если будет, то не составит труда. Так. Что еще можно сказать. Рычаг взвода здесь один. Не двойной. Такой толстый, добротный, фрезерованный. Не штамповка, не черной. Это для того, чтобы он не гнулся, не сломался. Поскольку пружина газовая стоит на 170 атмосфер в данном случае. Так. И посмотрим еще теперь перепуск. Запирание здесь у нас на ригель. То есть чтобы переломить стул, нажимать никуда не надо. Просто берем рукой, сбиваем. Вот. Здесь у нас стоит такой перепуск ладовский. И, как говорили, ладовская манжета. Конечно же, манжету я вам не покажу. Поскольку винтовку нужно разбирать. Нужны струбцины или какой-нибудь станок для разборки. Поэтому в домашних условиях я этого, к сожалению, не сделаю. Ну и давайте посмотрим немного мощность винтовки. Конечно же, на канале будут и другие ролики. Но в обзор немного впихнем тоже. Есть дюймовая досточка. Поставлю две штуки. Вот. Пульки. Шершень. Просто у коробки других пуль. И стрельнем по досточке. Ну, метров с пяти, так чисто символически. И посмотрим на результат. Так. Ну и заодно посмотрите, как винтовка взводится, переломается. В принципе, не так уже тяжело. Но, конечно, по сравнению с другими винтовками, то тяжелее. А, в принципе, его сбиваем. Одной рукой взводим. Кидаем пульку. Вот. Пульный уход такой достаточно тугой. Закрываем. Снимаем с предохранителя, потому что здесь автоматически есть. Стреляем. Так. И пойдем посмотрим, что у нас там получилось. На мишеньке. Так. Что у нас здесь с досточками? Вот. Пульный уход на одной досточке. Ага. Видите, даже она пробила. И помяла сильно. Ну, я раньше стрелял, она пробивала и в другую стреляла. А здесь не пробила. Наверное, из-за того, что сучок такой. Ну, сами понимаете, зависит очень много от структуры самого дерева. Ну, вот визуально доска у нас дюймовая. Ну, у меня еще есть пульки Winner 0,87. Ради интереса сейчас попробую еще ними. Вот еще специально для винтовки Hassan 125 прикупили бюджетных пуль Winner. Масса 0,87 грамма или же 13,4 грамма. 200 штучек здесь. Ну, и сейчас попробую одно и так же самое на пробитие. Посмотрим, что покажет она. Так, идем смотреть на пробойную. Досточку я переставил уже. Вот у нас 0,87 Winner. И здесь он даже как-то не пробил. Ну, он бы на вылет прошел. Он даже здесь вот что-то коснул. Просто за счет другой доски 0,87 ее помяло. Конечно же, пули не бронебойные для того, чтобы пробивать доски. Ну, это просто наглядная демонстрация мощности. В пределах где-то 30-32 джоуля, наверное, энергетика. Ну, в принципе, винтовка покупалась для экспериментов. Не обязательно, чтобы доски пробивать, а пострелять на какие-то большие дистанции. И сейчас для обзора постреляем на 20 метров. Так, ну, постреляем. Вот на 20 метрах установлена мишенька. Прицельные приспособления, а именно целик, пристреливать сложновато. Возможно, потом я буду устранять другими способами. Поменяю там целик. А пока постреляем чисто для обзора на 20 метров с упорчика, с такой позиции, с широчными 0,75. И посмотрим на кучность. Конечно же, потом будут отстрелы на большей дистанции. Это так для обзора. Так, ну, буду делать 5 выстрелов. Продолжение следует... 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 стрелять уже на большее расстояние. Ну и собственно подписывайтесь на канал и ждите новых роликов с Hatsan 125, новых экспериментов, потому что у меня уже есть три пневматические винтовки. Это и чайка 11, Hatsan 125 Super Magnum и PSRM 255 легенькая винтовочка. Ну всем пока!